Только вышел на улицу, боже, просто посмотрите на эту красоту, воистину, очень красиво, очень. Еще чуть-чуть и начну верить в Бога. Ну, это такая, типа, черный юмор, такая шутка, как бы, не совсем смешная для тех, кто верит. Тем не менее, иду сегодня рисовать, как обычно. Сегодня тема цветы, благо у меня предыдущая работа, где я рисовал ктулху. Поэтому я не дорисовал, как раз-таки, дьявола с цветами, и так совпало, что сегодня буду дорисовывать. Я подумал, блин, начинать новую композицию, придумывать вот это все, знаете, что там продумывать, что там находится. А тут не надо ничего продумывать, просто берешь и дорисовываешь предыдущую. Смотрите, сорока гуляет где, прям по детскому садику, ишь ты, прикольно. Ну, а мы продолжаем наше путешествие. А знаете, еще о чем задумался? Я вот так смотрю на улице, людей вообще нет просто. Вот просто вымер, как будто город. Вот идешь такой, ну, буквально один-два человека на другой стороне идут. Ну, и в центре, а я, чтобы понимали, прям совсем в центре. И никого нет. Это, конечно, грустно. Боже мой, какая красота, друзья. Я вот смотрю, просто восхищаюсь. Воистину очень красиво. Центр города. Дерево просто восхитительное. Действительно осень. О, мы движемся прямо по центру города дальше. Солнце в Харю, конечно. Утром было прохладно, сейчас более спокойная теплая температура. Так, кошечка унюхала мертвого или притащила сюда, я не знаю. И что вы? Ну, и притащила ты вот его. И что дальше? Волга поставь. И лежит. Друзья, красивые сегодня облака такие, знаете, ровные. Прям проходят дальше по перспективе, можно так сказать. Иду сегодня, взял гитару с собой и иду сегодня, поиграю на гитаре немножечко. Что хотел рассказать? Знаете, у нас вечерние такие фонтанчики, красиво все. Ну, расскажу про новости, наверное, какие-то, которые случились. Первое, что я сегодня встретил подругу сестры, она говорит, вот, Игорь, у тебя такие классные картины, у нас сложно продвигать их дальше. Она пофоткала, может быть, глядишь и начну их продавать, не знаю, пока что. А также сегодня я почти закончил картину цветы, выкрутился. Инктобер продолжается, собственно, цветы. Это у меня там дьявол раскидывает цветы. Создавая образ Ктул, так сказать. Ну, а сейчас самое главное хочу сказать, что если вы намереваетесь куда-то пойти, а берите и делайте, потому что сидеть дома и думать, а, никто не собирается, тогда я посижу дома. Ну, совсем правильный вариант. А я решил взять и все равно выйти, даже если никто не выйдет, я сам попою, посижу в беседке. Это будет странно, но, тем не менее, это факт. Офигенное все-таки место, где молодежь катается, чем-то занимается, как-то развивается. Это очень круто. Это потрясающе. Сделали вот беседочки, мы сейчас как раз-таки в одной из них посидим. Дальше чуть беседка, там, где пауков нет. Ехали не туда. Итак, друзья, мы с сестрой едем, да. Поворот не туда, фильм смотрели, вот новая серия, соответственно. Когда-то нам наш родственник сказал повернуть сюда, типа, то быстрее, а тут в Новый Анен и прям доедете сразу. Ну, вот мы едем пока, дорога вроде ничего, кстати, да. И только куда едем, неизвестно. Мы можем остановиться у бабушки спросить. Да, мы уж так делали не раз. Так, ну, что у нас тут еще? А, кушают орехи. Кстати, шунти. Местные жители сняли, так, понятно. А, да, это мы прямо в центре города. А вот я, короче, гражданина-бомженина, смотрите, мы в Кишиневе, друзья. Ну, все, едем дальше, соседнее всего. Ну, так вот Кишинев выглядит. Вон свекая рука. Вау. Все, что нажито не по сильным труду. Оксаночка очень плавно останавливается. А, так, по-моему, вон, вот эта точка, откуда надо было приехать, Александр. Вот, ну, все, мы приехали. Место дислокации. Вот сюда? Кому сюда? Да. Сейчас получше-получше. Вообще. Я записываю, вообще-то, для подписчиков. Что ж, воня? Не портим. Никакой воня нет. Потрясающий уютный аромат. Иди купи мне флажок. Еще и флажок. Какой берем? Ты, вон, смотри, ходит, ходит. И так, почему? Так, крестик, Игорь, тебе надо. Так, на цепочку срочно купи мне крестик. Только тушилки есть. Друзья, мне вот такую золотую цепочку подарила сеструшка. Одна, а вторая ничего не подарила. Сейчас тебе положу. Да, сейчас она вот эту вот херню прицепит мне на красоту. Блядь, вы будете ехать, пацаны? Ой, друзья, мы очень долго искали место на парковке. Сейчас идем вот с таким пёселем, красивым, с сестрой. Идем, увидимся с моей коллегой Анникой Прус. Она едет обратно в Украину. Она сама оттуда. Она долгое время работала в Москве преподавателем. Ну, моя коллега. А это прям центр Кишинева. Чё-то там заплутал. Пёс Барбос. Уже, да, стиль перестроился. Ехал по встречке просто. Причем на повороте, как представьте. Хотя здесь сплошная, и он едет. Машина, он, чёрная. Торопится, но таможню мы сейчас его встретим. В любом случае, он, видите, чёрная в передней. Ань, давайте, давайте ещё вот. С горы давай пускай. Ой, сейчас и ведётся Торонтайчка-то. Друзья, сущный репортаж. Третий такая гигантская пробка. Да, именно. Со стороны Молдовы все едут в Приднестровье. Потому что, собственно, День города в... Правильно, Минерик День города. Поэтому все едут именно туда. Ты такой классный, блядь, я не говорю, что ты посидела и вид не буду. Вот, правильные выводы сделаю. Эля, ты как, ну давайте эту бутырей поменяем. А, не успел снять День города. Только надо в туалет сходить. Так, у нас там строят забор, сестра говорит. Но, не знаю, перелазят через забор, тем не менее. Может, это какое-то уголовное дело? Не иначе. Ну да, они тут же застраивают дырку в заборе. Почему через эту дырку они не лезут, а перелазят? Непонятно. Так, друзья, сегодня... 800-400, да. 1408 годков Биндеры. Вон, все-все-все снимают, друзья. О, прекрасно и далеко. Туда, 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 все правильно, ты поехала. Молодец. Ты молодец. И так, дамы и господа, мы, собственно, в городе Биндеры. Сегодня городу... Ну, праздник, после День города. Соответственно, мы сейчас заедем в прекрасную, отличную, красивую, отстроенную, реконструированную такую воду. Ну да, он запарковался вот не очень, конечно, но тем не менее. Если там платный въезд... Внутри... Да нет, что ты! Давай, не знаю. Посмотрим, как у нас здесь все... А, люди лазят внутри. Пока что снаружи. Ну, довольно-таки много, кстати, людей. Придем с парковкой. Да нет, никакой проблемы с парковкой. Абсолютно. Конечно, люди, давай. Поворачиваем. Ну, людей довольно куда-лик, кстати. Не смею заметить. Ну, дамы и господа, мы сегодня в городе Герои в Биндерах. И, соответственно, посмотрим немножечко, как здесь реализован День города. Очень многие люди собрались здесь в как раз-таки крепости. Посмотрим, как это все сделано. Подстроили довольно-таки красиво. А людей довольно-таки много, я могу сказать. И мне нравится, что бесплатная зона. Поставили столики, есть разные барчики. Все это работает. Крепостная лавка, так называемая. А мы с вами сейчас прогуляемся по центральной улице. Там, конечно, дальше идет музейная выставка. Не знаю, скорее всего, будет, я так думаю, что платный вход, естественно. Ну, хотя сегодня могли бы сделать, наверное, бесплатный. Сейчас мы понаблюдаем за ним. Ну, по левую часть мы можем наблюдать. Да, фокусник, которого мы видели возле центрального рынка в городе Тирасполь, находится здесь. А мы идем с вами сейчас мимо детских каруселей. Сегодня, я так понимаю, открыли. Это тоже, несомненно, какие-то, какие-никакие события для города Бендера. Потрясающе. Да, давай посмотрим. Давайте посмотрим на непосредственно ценники. Какие они? Самое главное, самое важное. Ну, очереди довольно-таки большие. Много людей. Понаблюдаем. Заток. Ну, кстати, неплохо, как в городе Тирасполь сделали тоже возле центрального рынка, возле двух озер. Здесь тоже, видите, катаются детки маленькие. И это потрясающе хорошо. Классно, удобно. Почему нет? Вот так реализовано. Ну, довольно-таки красиво высажены цветы. Потрясающие лавочки деревянные. Все сделано в общей стилистике. И здесь, как мы можем наблюдать, детки друг друга могут упасить, вот таким образом создавая ДТП. И катаются как дети, так и взрослые. Ну, зачастую катаются и те, и другие. Туалет, я так понимаю, абсолютно бесплатный. Ну, а мы продолжим с вами путешествие. Здесь у нас, я так понимаю, можно фотографироваться. И, скорее всего, там написано, я люблю город Бендеры. Ну, а мы продолжаем путешествие. Да. Мы будем в Париж, в Хальваре. Спасибо. Да, посмотрим сейчас магазин. Здесь, скорее всего, различные концерты по вечерам, как возле центрального рынка в городе Тирасполь. Давайте посмотрим, что продается. Интересно. Так, друзья, здесь у нас музей. Внутри музея можно спокойно снимать видео запросто. Я уже снимал. И, соответственно, да-да-да, конечно. Я как раз так вставил в основу то, что здесь можно спокойно снимать. А в Тирасполь, когда я приехал, там... Да, можно. Так, друзья, ну, могли бы сделать, конечно, в честь дня города бесплатно эту зону, я так считаю, по крайней мере. Чтобы популяризировать, не иначе, знания о том, о нашей истории. Могли бы сделать, конечно, сегодня вход бесплатно. Давайте вот и снимем эту информацию. Возможно, она так и есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, простите. Я не... А, пожалуйста, простите. А сегодня в день в честь. Так, надо срочно позвонить. А, вот там можно, кстати, вот, видишь, там дыра. Там можно поднимать... А, вот тут вот за дверью ты поднимаешься наверх. Вот там, короче, такое... Вот видишь, вот тут за дверью. Так что вот, вот прайс. Так, друзья, ну что, а вот смотри, аккуратно, пока здесь лестница открыта все. Так. Просто, просто посмотрите на этот вид. Да иди сюда. Иди сюда. Посмотрите просто на этот вид. Потрясающе. Очень красиво. А, ага, вон, смотри, даже пляж, и на пляже люди отдыхают. Друзья, посмотрите на этот вид. Насколько красиво, да? Удивительно. Да, потрясающий отсюда вид, конечно. Немного облачная сегодня погода. Вы можете наблюдать это. Сразу видно на панораме. Ну, а мы продолжаем. Вот, друзья, детская площадка. Очень много детворы. А мы продолжаем свой путь. Сегодня очень солнечная, теплая, прекрасная погода. Поэтому, кто хочет, да, может спокойно взять и пойти прогуляться. Конечно, кого-то, может, испугает немножечко вот этот герб с мужским лицом в виде льва. Но, тем не менее, это исторический такой вот герб. Его надо было бы тут, конечно, чуть перерисовать, чтобы он был более качественный. Ну, так, мелочи с точки зрения дизайна. Давай. А тут у нас, как вчера, сделали такие же. Очень удобные. Ну, чуть поменьше, конечно. Но, тем не менее, город, да, таковых. Вчера чуть побогаче это сделано. Но все равно классно. Круто, что что-то реализуют. Какие-то проекции. Ну, а там дальше большой-большой ресторан. Ты подойди поближе, почувствуй, что я рядом. Пойми, что никуда я не уйду. Пойми, что ты подойди поближе, как чаще. Пойми, что ты иди поближе. Солнышко, ты мой ясный, Я не отдам тебе никому. Солнышко, ты мой ясный, Я не знаю, зачем тебе нам Править вновь у народа в луна. И не плачь, если сможешь, прости, В жизни сакара смех на плечах Мне свою народу нести. До свидания, друг, и прощай. Это всё, что останется возле меня. Это всё, что возьму я с собой. Это всё, что останется возле меня. Это всё, что останется возле меня. Это всё, что возьму я с собой. Это всё, что останется возле меня. Это всё, что останется возле меня. Кто-то помнит?